Селу Териберка исполнилось 150 лет. Одно из самых красивых мест Мурманской области стало центром притяжения для туристов, дайверов и любителей морской рыбалки. Элина Ким побывала на побережье Баренцева моря и узнала, какие изменения ждут село. Село Териберка расположено на берегу Баренцева моря. Уголок живописный, самобытный, с недавнего времени стал считаться жемчужиной Мурманской области. Чтобы добраться сюда потребуется как минимум два часа. Дорога разбита и приемлемую скорость набрать невозможно. Зимой же из-за перемётов направление зачастую вовсе закрыто. Поэтому было принято решение о реконструкции автоподъезда к селу. Дорожное полотно специалисты поднимут на два метра, что поможет минимизировать последствия обильных снегопадов. Работы подготовительные начинались с 1 июня. Был завоз техники, завоз людей, формирование бригад. Соответственно, основные работы, вот сейчас вы видите, уже начинаются. Ориентировочно с 22 июня работа будет усиливаться. Автомобильная дорога будет реконструирована до 35-го километра. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проинспектировал также ремонтные работы на мосту, ведущему в Териберку. Сейчас здесь временно организовано реверсивное движение. Снега было очень много, и он поздно растаял. Но даже с учётом того, что позже вышли подрядчики и по одному объекту, и по второму на объекты, исходя из той информации, которая есть у меня, исходя из того, что я вижу, пока мы в плане. Понятно, что ни в коем случае не должно страдать качество. Для нас качество важнее, чем рекордные сроки. Решение инфраструктурного вопроса – одно из основных. Кроме того, перед правительством Мурманской области стоит задача не только качественно повысить уровень комфортного пребывания в селе туристов, но и получить экономическую выгоду. Ведь собственный доход поселения за год составляет чуть более 1 миллиона рублей. Сейчас проговаривается возможность упорядочивания турпотоков, а также есть идея присвоения посёлку статуса особо охраняемой природной территории. По всем изменениям, связанным с дальнейшей концепцией развития Териберки, будут проходить публичные обсуждения. Эта зона является центральным притяжением. Здесь, прежде всего, туристы приезжают именно в эту зону. Здесь мы размещаем фестивальные группы, здесь мы размещаем исторические элементы. Здесь может быть парк для детей, может быть, зона какая-нибудь связанная со структурой Левиафана и дальнейшего развития. Но самое интересное, это зона, которая располагается вот в этой части, до Ладынова. Здесь как раз мы можем располагать крупные гостиничные комплексы. При всех грядущих изменениях, которые помогут пополнить местный бюджет, специалисты будут следить за тем, чтобы наводил и сайдинг не причинили вред этому уникальному месту.